В отрицательной форме нам тоже нужен помощник, нужен вспомогательный глагол, подлежащее, вспомогательный глагол с частичкой not и опять первая форма глагола без частицы to. Look here. I do not play tennis every day. И в речи чаще всего звучит сокращенная форма don't. I don't play tennis every day. Я напоминаю, что вы все проговариваете за мной, так быстрее запоминается, лучше запоминается и надольше самое главное. You do not play tennis every day. You don't play tennis every day. He does not play tennis every day. Сокращенная форма does not, doesn't. He doesn't play tennis every day. She does not play tennis every day. She doesn't play tennis every day. Множественное число. They do not play tennis. They don't play tennis every day. We don't play tennis every day. You do not play tennis every day. You don't play tennis every day. Окей. Итак, сокращенная форма в третьем лице будет does not, doesn't. He does not, doesn't. She does not, doesn't. It does not, doesn't. Во всех остальных случаях do not, don't. Let's practice. Он не платит или оно не платит. Животное взял, пришел, выпил молоко и не платит. Он не платит. Глагол pay. Pay. Окей. Так, а вот сейчас обратили внимание все, посмотрели. Третье лицо или he, или she, или it. Мы используем does. Да? И правильно пишем сокращенную форму doesn't. doesn't, или полностью does not pay. Абсолютно правильно. He does not pay. It does not pay. Very good. Не теряйте буковку N. Вот этот апостроф, чтобы было понятнее и легче запомнить, это место буквы O, которая выпала. Посмотрите, does not pay. Буква O выпала и поставили апостроф. He doesn't pay. Окей? И все остальные буквы мы не теряем. Very good. The next. Мы не читаем. He doesn't pay. Yes. Мы не читаем. We do not read. Вероника, we, множественное число, does мы используем после he, she, it. Гульнара потеряли, Валерий тоже потеряли апостроф. Он у нас находится там, где буква Э или буква Ё. Обязательно его тоже ставьте, потому что будет не совсем понятно, что вы имели в виду. Окей? So, we don't read. Если вы ошибались, пробуйте делать работу над ошибками обязательно, чтобы дошло уже до автоматизма. Итак, we don't read. Very good. We don't read. Great. The next. Оно, ну в смысле он телефон, но для того, чтобы понятнее было, что берем местоимение it, оно не звонит. Оно не звонит. Very good. Звонит, да? Ирина звонит. Ring. Евгения, проверяйте свой спеллинг. Спеллинг – это правописание по буковкам, да? It doesn't ring. It does not ring. Абсолютно правильно оба варианта. It doesn't ring. It does not ring. Yes, of course. Check up, please. It doesn't ring. Оно не звонит. Телефон не звонит. Very good. Very, very... That's right. It doesn't ring. The next. Она не говорит слово say. Она не говорит. Yes. Very good. И запомнили и краткую форму, и полную форму. Отлично. She doesn't say. She does not say. She... Людмила, поправьте свою she. She doesn't say. She does not say. Excellent. Very good. Итак, мы запомнили, что в отрицательных предложениях нам нужен помощник do или does, вспомогательный глагол, после которого мы ставим частичку not. Людмила исправилась. She, that's right. Мы ставим частичку not и имеем две сокращенные формы don't или doesn't. Does ставится после he, she, it. Окей. И...